всем привет нас зовут максим алексей мы продолжаем цикл выпусков о британии всем привет в прошлом выпуске мы поговорили о том как британия стала владычицей морей а теперь мы поговорим о том как в какой-то момент британии стало мало быть владычицей морской захотелось починить себе большую часть мира в свое время в разные периоды истории такие желания возникали в разных умах и разные государства пытались их осуществить ну а перед тем как мы начнем небольшая интеграция которую мне очень давно хотелось разместить одним из самых сильных мотивов увлечься историей для меня стал внезапно нахлынувший интерес к истории собственной семьи который появился у меня где-то в 2015 году я начал составлять генеалогическое древо своей семьи с полного нуля это похоже на детектив как исторические исследования в принципе у тебя есть какие-то обрывки информации которые можно буквально вешать на стену связывать их нитками разного цвета порой расследование останавливается на месяце но потом ты вспоминаешь что на обороте какой-то одной фотки есть надпись о возрасте твоего дедушки у тебя мгновенно собирается пазл приходится узнавать все о том как работают архивы и на самом деле это проще чем кажется но до них не всегда удобно добираться и ты отправляешь него человека который находится там на месте после этого ты получаешь драгоценную запись из архива какой-нибудь деревенской церкви о том что в ней еще до революции крестили твоего прадеда мне даже удалось найти своих дальних родственников одному из них было 90 лет и он помнил как мой прадед его дядька в тридцатые годы уехал на другой конец страны и больше о нем в тех краях ничего не слышали когда я приехал уже пожилому теперь человеку прошедшему сквозь войну он не мог держать слез от такой встречи да и у меня были мурашки по телу в общем генеалогии это 10 из 10 настоятельно рекомендую попробовать этим заняться каждому мы как-нибудь запишем про это отдельный выпуск тем более что в ближайшее время я рассчитываю сделать какие-то дополнительные записи своем генеалогическом древе я хочу сделать генетический тест от медицинской компании генотек благодаря которому можно увидеть людей которые тоже сдавали такой тест и состоят с вами в родстве степень родства тоже будет указана даже если это пятиюродный брат или сестра генеалогическое древо можно строить прямо на сайте это бесплатно генотек занимается исследованиями генома с 2010 года поэтому скорее всего вас уже поджидает какая-то база родственников кроме генеалогии у меня есть еще несколько поводов сдать тест личном кабинете на сайте генотек можно узнать из каких частей света и стран происходят ваши предки каким этносом они относились да я ожидаю что большая часть моих предков будет выходцами из восточной европы но вдруг обнаружатся связи с другими регионами что если в предках у меня окажутся индусы или мексиканцы после этого я пожалуй еще сильнее влякусь историей но еще важнее информация о предрасположенности к заболеваниям хочется понять на что стоит обратить внимание в будущем и какие противоактивные меры помогут мне сохранить здоровье генетический тест от генотек дает персонализированные рекомендации основанные на международных и российских клинических стандартах и это действительно полезная информация особенно интересно узнать как разные лекарства могут влиять на меня кто знает возможно мне стоит избегать определенных препаратов или быть более внимательным побочным эффектом а еще я люблю бегать и хочу узнать зашита ли это в моих генах или может быть мне стоит выбрать более подходящий вид спорта к тому же для теста даже не нужно сдавать кровь достаточно слюны и сделать это можно дома удобно и просто если хотите узнать больше о своих предках предрасположенностях и получить персонализированные рекомендации переходите по ссылке в описании и заказывайте генетический тест от генотек а с нашим промокодом стори s-t-o-r-y вас ждет скидка 68 процентов с ней тест будет стоить 7999 рублей не упустите шанс узнать свою историю начну с небольшого стихотворения вернее выдержки из этого стихотворения несите бремя белых и лучших сыновей на тяжкий труд пошлите за три девять морей на службу к покоренным угрюмым племенам на службу к полу детям а может быть чертям эти знаменитые строки ридиарда киплинга стали негласным гимном политики империализма в первую очередь той политики что на пике своего могущества проводила соединенное королевство великобритании и ирландии ну или как мы здесь будем говорить простому британия шовинизм чувство превосходства над не цивилизованными народами все это стало неотъемлемой частью имперской идеологии и пропаганды и по мере нашей беседы уверен что слушатели услышат простите уже за тавтологию почему британцам было сложно удержаться от самовосхваления но пока как бы до этого далековато и мы перенесемся в начало 18 века на британских островах происходят два события которые коренным образом меняют их судьбу в 1701 году принят акт о престолонаследии с полумерами было покончено теперь правитель англии мог быть только протестантом и только протестантом кроме того акт еще больше ограничил власть короля и фактически в англии и впоследствии в великобритании утвердилась конституционная монархия которую мы видим и сегодня в 1714 году умирает бездетная королева анна протестантская линия династии стюартов угасает ей на смену приходят ближайшие родственники единоверцы из немецкого брауншвейга в будущем ганноверы новый король георг совсем не говорит по-английски ему не так интересно то что происходит великобритании его больше заботят дела в родном немецком княжестве но тут уж что поделать править необходимо такой поворот событий конечно же вызвал неоднозначную реакцию в самой великобритании и разумеется сразу нашлись те кто был недоволен этими событиями как бы зачем нам варяг если есть более весомый претендент на престол сын свергнутого в ходе славной революции короля тоже кстати по имени яков да он католик но он свой католик которому близки и англия и в первую очередь шотландия все-таки стюарты это шотландская династия ну как бы и что что его поддерживают франция испания с которыми англия буквально недавно воевала политика она такая вот штука переменчивая и так в великобритании начинаются якобитские восстания которые довольно быстро приобрели такой явный антианглийский окрас фактически на той же шотландии они рассматриваются как освободительная борьба против британского против английского господства первое восстание вспыхнул в 1715 году но оно было быстро подавлено яков даже не успел высадиться в шотландии его сторонники уже потерпели поражение в 1745 году снова была предпринята очередная кажется если я не ошибаюсь по счету третья попытка но на этот раз во главе восстания встал сын якого чарльз эдуард стюарт более известный как красавчик принц чарли и ему даже удалось со своими войсками дойти до центральной англии но все-таки его военачальники сказали что в англии не так много сторонников его поэтому надо остаться в шотландии закрепиться там но и он был разбит в битве при колодоне дальше начались репрессии против тех кто поддерживал восстание среди них по понятным причинам было очень много шотландцев особенно из горных кланов правительство запретила традиционную одежду горцев килты и тартаны были разрушены родовые замки кланов и тысячи шотландцев были сосланы в колонии это фактически был конец не только якобитского восстания но и такого вот традиционного уклада жизни горной шотландии конечно потом произошли послабление определенные но для того чтобы они начали действовать потребовалось где-то несколько десятилетий чтобы все более-менее успокоилось это дела внутренние давай посмотрим на то что происходило в европе в начале 18 века и так испании португалия переживают упадок но все еще могут огрызаться особенно испания нидерланды также теряют былую мощь петр первый проводит масштабные реформы и выводит россию на европейскую арену значительно усилилась франция она надеется стать гегемоном в европе активно вмешивается в дела других государств расширяет колониальные владения где ее интересы неизбежно сталкиваются с интересами британии и вот это вот противостояние становится одной из главных причин семилетней войны длившейся с 1756 по 1763 год и охвативший добрую половину мира интересно что на европейском участке боевых действий британия ну почти что сама не воевала основные тяготы там взяла на себя пруссия получавшая щедрое финансирование из великобритании сами же британцы настроились на активное завоевание колоний и в этом им сильно помог развитый флот благодаря ему британцы успешно блокировали французские и испанские порты перехватывали вражеские корабли доставляли войска и припасы в колонии ну то есть им пришло окончательное понимание что флот это главный козырь британия придерживалась так называемого двудержавного стандарта то есть ее флот должен был быть сильнее флотов двух следующих по силе держав вместе взятых в победе в семилетней войне свою роль сыграла экономика британии ее более гибкая финансовая система все-таки война это как бы не только про армию нужно еще как-то армию обеспечивать производить оружие обмунтирование строить корабли на все это нужны деньги и вот британия находила эти деньги лучше и быстрее франции ну там например занимала у своих подданных причем именно занимала а не вводила дополнительные налоги как это делала например франция по итогам парижского мира 1763 года британия получила огромные территории почти вся французская канада отошла британцам британцы укрепились свои позиции в индии испания уступила британии флориду но фактически британия стала крупнейшей колониальной державой мира и вот тут возник вопрос а как управлять такой огромной империей для начала было создано специальное министерство по делам колоний но как бы вот проблема вот представьте вы сидите в лондоне и пытаетесь управлять территориями на другом конце света у вас нет ни телефона ни интернета ни самолетов ничего то есть вы до туда не можете добраться вы об этих территориях возможно даже знаете только понаслышке пока новость доходит из колонии до лондона ситуация на месте могла бы уже полностью измениться а пока приказ из лондона дойдет обратно в колонию ну как бы тут собственно понятно из-за этого местные губернаторы и чиновники часто действовали на свое усмотрение и не всегда честно возьмем например бенгалию в индии после победы над французами ост-инская компания а собственно именно она победила французскую именно британская ост-инская компания победила французскую ост-инскую компанию на территории индии и вот британская ост-инская компания получила на территории индии огромную власть и как бы как думаете чем она там занялась естественно начала грабить местное население, насколько это у нее получалось. Компания установила монополию на торговлю, обложила местное население огромными налогами. И в результате в 1770 году в Бенгалии разразился страшный голод. Погибли миллионы человек. Там цифры, понятное дело, и по понятным причинам разнятся. Кто-то сгущает краски и говорит о том, что там чуть ли не 10 миллионов человек погибло. Кто-то говорит об одном миллионе. Это большая трагедия была, скажем так. Но, собственно, эта трагедия не мешала чиновникам остринской компании продолжать набивать карманы. Ну, и опять же, у Британской империи были проблемы поближе к дому. Например, сложные дела обстояли с американскими колониями, колониями в Северной Америке. Они были, ну, пожалуй, самыми такими старыми, развитыми колониями Британии. Там жили потомки английских, шотландских и ирландских переселенцев, которые считали себя ничуть не хуже жителей митрополии. А американцы, ну, как бы в те времена еще нельзя было их назвать американцами. Жители 13 колоний хотели сами решать свои дела, а Лондон пытался во всем их контролировать и ограничивать. Ну, как бы неудивительно, что такие вот отношения становились напряженными с каждым Новым годом. Ухудшались они еще и по той причине, что как бы вот семилетняя война закончена, Британии огромные долги, и эти долги надо как-то отдавать. Ну, занимать у населения до бесконечности невозможно, и поэтому как бы, ну, нашли в британском правительстве самый очевидный выход. Надо колонии немножечко подоить. И, ну, собственно, в 1765 году был принят акт о гербовом сборе. Я бы сказал, что это государствообразующий акт. Принятие этого акта – одна из причин, почему существуют Соединенные Штаты Америки. Ну, фактически, да. Америка, конечно, появится намного позже этого акта, но вот все проблемы, можно сказать, начинаются именно с него. Ну, то есть, согласно этому акту, все официальные документы теперь должны были иметь специальную марку, и стоила эта марка, разумеется, недешево. Ну, и потом начали, вроде бы, этот гербовый сбор отменили, но вводить начали другие налоги, и, собственно, проблема никуда это не делась. Появился налог на чай, произошло бостонское чаепитие знаменитое, когда коробки с чаем бостонской компании начали скидывать в залив. И все это так или иначе привело к тому, что в 1775 году 13 колоний взбунтовались. Причем изначально, как бы вот там не хотели историю увести в другое направление немножко, колонисты не планировали отделяться от Британской империи. При всем желании, вот, ну, некоторых историков сказать об обратном, они, вот эти колонисты, все-таки больше хотели прав, чтобы их услышали, и чтобы вот, ну, как бы, реализовалась формула, которую они продвигали, которая тоже, наверное, тебе известна, нет налогом без представительства. Они хотели своих представителей в парламенте. Но в британском правительстве их не услышали, и метрополия увидела в этом восстании, в этом бунте очень большую для себя угрозу, и начала его жестоко подавлять. Ну, в итоге колонисты пришли к выводу, что после нескольких сражений, что им уже не по пути с матушкой Британией. И вот в 1783 году, получается, 8 лет спустя, Британия все-таки проигрывает в войне, признает независимость США, и проигрывает в основном еще из-за того, что, как бы, в этой войне воевали не только Соединенные Штаты Америки, не только колонисты, но и огромную поддержку на определенном этапе им начала оказывать и Франция, и Испания. Потеря 13 колоний – это большой удар для империи, фактически даже не то, что большой, это удар чудовищной силы, но это поражение все-таки дало Лондону важный урок, все-таки, что управлять колониями надо более тонко. Перенесемся в начало XIX века. Европа охвачена войной. Наполеон Бонапарт громит своих противников одного за другим. Удача не всегда сопутствует войскам императора. Так, в 1805 году британский флот под командованием адмирала Нельсона уничтожает объединенные франко-испанские силы в Трафальгарском сражении. Британия окончательно становится владычицей морей. В ответ на это, в частности, Наполеон вводит континентальную блокаду – запрет на торговлю с Британией для всей Европы. Для экономики Британии это, опять же, удар чудовищной силы, но при этом страна его выдерживает. В том числе благодаря обилию колониальных владений, которые становятся источниками важных товаров, сырья, продовольствия для митрополии. Но, вопреки расхожему мнению, британцы имели успех не только в морских сражениях во время наполеоновских войн. Например, в Испании британский командующий герцог Веллингтон раз за разом побеждал имперских маршалов. Чем, конечно, значительно, ну, может кто-то и не согласится, что значительно, но тем не менее, он облегчал работу союзников по антифранцузской коалиции. В конце концов, Наполеон общими усилиями был побежден. Британия вышла из этой войны с еще большими колоссальными приобретениями. Под контроль Лондона перешла Мальта в Средиземном море, Цейлон у берегов Индии. Ну, на мой взгляд, самая главная капская колония на юге Франции. Ее, как бы, британцы, ну, можно так сказать, экспроприировали у голландцев, которые выступили на стороне Наполеона и вот поплатились за это. Капская колония была для Британии очень важна попросту потому, что это фактически, ну, на тот момент ключевая точка на морском пути в Индию. Новые территории, безусловно, были важны для Британии. Но еще более важным стал тот факт, что Британия окончательно утвердилась как первая экономика мира. Пока Европа восстанавливалась после Наполеоновских войн и вот всей этой разрухи, в Британии шла промышленная революция, строились новые фабрики, железные дороги, паровые двигатели, ткацкие станки. Британия превращалась в мастерскую мира. Ее товары заполонили рынки всех континентов. Победа в Наполеоновских войнах позволила Британии расширить свои колониальные владения. Значение карибских колоний, о которых я говорил в прошлом выпуске, как самых главных на тот момент колоний Великобритании, оно вот... В XIX веке начинает снижаться, и главные интересы Британии перемещаются в Азию. Остинская компания продолжала захватывать Индию. Для этого она использовала разные способы. Ну, первый самый, ну, самый, можно сказать, примитивный способ – это прямая военная агрессия. Компания имела собственную армию, которая часто была сильнее войск местных правителей. Ну, собственно, контроль Остинской компании над Индией и рождался из захвата Бенгалии после битвы при Плеси в 1757 году. Второй метод, уже чуть-чуть более тонкий – это субсидиарные договоры. Ну, то есть, Остинская компания, например, предлагает какому-нибудь индийскому князю защиту от врагов в обмен на контроль над внешней политикой и часть доходов земли. Звучит как бы, ну, неплохо для князя, но, фактически, это все приводило к полной зависимости от британцев. И третий метод – использовать выморочные владения. Ну, то есть, если у индийского князя, индийского раджи, не оставалось законного наследника, его земли попросту переходили под контроль компании. Иногда, как бы, британцы даже не признавали законных наследников для того, чтобы захватить в итоге княжество. Ну, если люди задаются вопросом, почему же компания имела такой успех? Во-первых, она использовала противоречия между индийскими правителями. Несмотря на то, что в те времена еще формально на территории Индии царствовали великие моголы и была, как бы, вроде бы, по большей части одна страна, большая, она уже фактически раскололась на десятки, фактически, местных княжеств, которые друг с другом не ладили. И, вот, собственно, Британия использовала умелые противоречия между ними. Во-вторых, ну, британцы просто были элементарно технологически превосходили, у них было современное оружие, обученная армия, ну, то есть, технологическое превосходство. Это вот второй ответ на вопрос. Несмотря на успехи у Стынской компании в Индии, все-таки там вот на территории росло недовольство действиям компании. Причем, можно сказать, что и как в самой Индии, так и в Великобритании, в метрополии. В метрополии многие считают, что частная фирма не должна управлять огромной страной, которая и по территории превосходит саму Британию, и по населению британцев превосходит в несколько раз. Правительство коронное пыталось как-то ограничивать власть Остынской компании, но принимаемые меры оказывались либо неэффективными, в некоторых случаях они полностью саботировались имперскими чиновниками, которых подкупала компания. Надо сказать, что Британия не всегда рассматривала прямой захват как интересный для себя способ утвердиться в колониях. Например, возьмем Китай. Захват Китая потребовала в Британской империи колоссального напряжения сил. Это не Индия, где, как я уже сказал, существовало множество государств и княжеств, которых можно было как бы кушать и переваривать постепенно. Китай – это огромная страна с огромным бюрократическим и военным аппаратом. По факту Британии даже и не нужен был весь Китай. Ей нужно было, чтобы в Китае ей Британии разрешили продавать опиумы, чтобы китайцы покупали опиум. Как бы и все. Соответственно, китайское правительство пыталось бороться с этой торговлей. Ну, как бы, что сделала Британия? Как только она почувствовала, что вот сейчас запахнет жареным, она объявила Китаю войну. В результате двух опиумных войн Китай был вынужден все-таки открыть свои порты не только для британского опиума, но и, в принципе, для британских товаров. А потом за британскими товарами хлынули и американские, и вообще, в принципе, западноевропейские. Где-то Британия действовала еще более тонко. Например, в Европе, в Латинской Америке, где как раз в Латинской Америке после распада испанской колониальной империи появилось очень много независимых государств. Эти государства были заинтересованы в развитии собственной экономики, и Британия использовала инвестиции в инфраструктуру этих государств. Например, строила железные дороги, порты, телеграфные линии. Многие проекты причем финансировались за счет кредитов. И если страна не могла выплатить этот кредит, Британия фактически получала контроль над определенным сектором ее экономики или даже над всей экономикой. Особую роль в экспансии Британии, финансовой экспансии Великобритании сыграла семья Ротшильдов. Эти банкиры имели огромное влияние не только в Британии, но и по всей Европе. Они финансировали войны, фактически выдавали кредиты правительствам, контролировали цены на золото. Забегая вперед, например, в 1875 году именно Ротшильды помогли британскому правительству купить контрольный пакет акций Суэцкого канала. Так вот Британия создавала свою неформальную империю в дополнение к своей формальной империи, к своим формальным владениям. Страны могли оставаться формально независимыми, но фактически находились под полным британским контролем. И этот контроль часто был даже сильнее, чем прямое королуниальное управление. Напомним, что 17 и 18 века были временем протекционизма. А вот к середине 19 века в Британии все больше находилось людей, которые видели необходимость свободной торговли. В первую очередь это требовала растущая промышленность Британии, продукцию которой необходимо было куда-то сбывать. Ну как бы можно подумать, ну вот есть же колонии, можно сплавлять все туда. Но рынок там безусловно был, и он был достаточно большой, но и он оказывался недостаточным для британской промышленности. Отгородиться от всего остального мира как бы было невозможно. Но Лондон столкнулся вот с такой вот проблемой. В других странах тоже действуют протекционистские меры, и они не сильно хотят увидеть у себя на рынках британские товары. Тогда правительство Британии, ну фактически, можно сказать, выступило с обращением таким вот. Мы готовы открыть для вас рынки империи, если вы откроете для нас свои. Бояться им, по сути дела, было нечего. Ну, например, может кто-то сказать, что, ну как же сейчас вот в Британию пойдут промышленные товары из других стран Европы. На самом деле конкурентов промышленности у Британии не было, по факту, именно в те времена. Как бы, да и местные промышленники британские тоже были бы рады снятию многочисленных пошлин. Ну, то есть, меньше пошлин на сырье и производство, меньше и сдержки производства. Ну, и, соответственно, можно класть себе в карман больше. И при желании, ну, и будучи там недобросовестными работодателями, можно снижать зарплаты. Ну, в общем, эксплуатировать рабочих как угодно. От этих мер, от снятия пошлин, промышленность Британии стала развиваться еще быстрее. Но спустя какое-то время некоторые страны, с которыми начала сотрудничать Британия, поняли, что торговля с империей, ну, как бы не такое уж и хорошее дело. Ну, вот возьмем, к примеру, США. Южные Штаты, где активно развивалось сельское хозяйство, в своей экономической политике, они ориентировались как раз на Британию. Мы им поставляем сырье, они нам дешевые товары. Северные Штаты, в особенности те, что планировали развивать промышленность, разумеется, были недовольны таким положением дел. И вот долгие бодания между сторонниками, ну, скажем так, южного и северного пути привели сначала к тому, что США все-таки закрыли внутренний рынок, прежде всего от английских товаров. А потом и все это привело к гражданской войне. Во второй половине 19 века Британия вела очень сложную геополитическую, как бы сегодня сказали, игру. Ее цель была проста – сохранить свое мировое господство. Но соперников становилось все больше. Начнем как бы с традиционного соперника – Франции. Франция пыталась расширить свое влияние, в особенности в Индокитае, в Юго-Восточной Азии. Французы постепенно проникали на территорию Вьетнама, Лаоса и Камбоджи. Британцы в ответ укреплялись в Бирме и Малайе. Но как бы самым главным, наверное, противником Британской империи в 19 веке, в середине и во второй половине 19 века, стала, как ни странно, Российская империя. Настоящим испытанием для Британии стала Крымская война. Формально это конфликт России и Османской империи, который очень быстро перерос в такую, можно сказать, одну из войн, которых называют как-то настоящая Первая мировая война нулевая, Первая мировая война. Ну, что-то вот в таком духе. Причем Британия не побрезговала в этот раз вступить в союз с Францией, своим извечным соперником, чтобы победить Россию. И вот война, естественно, кто знаком с историей, закончилась поражением Российской империи, но и цена победы для британцев оказалась очень высока в этой войне. Новый очаг противостояния Британии и Российской империи обнаружился в Средней Азии или в Центральной Азии, как кому нравится. Британцы боялись, что Россия может через Среднюю Азию угрожать Индии. Поэтому они поддерживали местных среднеазиатских правителей, отправляли разведчиков, строили форты на границах. Ну, собственно, видя то, как Россия, Российская империя постепенно продвигается на юг. Этот конфликт получил в историографии название «Большая игра». И он продолжался десятилетиями. Были моменты, когда казалось, что вот-вот начнется в действительности большая война. Но до прямого столкновения дело так и не дошло. Успехи во внешней политике чередовались с проблемами внутри государства. Так, в 1837 году в Канаде поднялось восстание. Причина у него, ну, наверное, самые банальные, собственно, недовольство колониальной администрации, отсутствие самоуправления, экономические проблемы. Но, наверное, самое главное – французский вопрос. То есть, в Канаде было очень много франкоговорящих колонистов. Восстание в конечном итоге было подавлено, опять же, жестоко подавлено. Но оно вновь заставило британское правительство задуматься над тем, что, ну, скажем так, белым, более цивилизованным колониям нужно все-таки давать больше автономии. Это был первый шаг к созданию системы доминионов, фактически самоуправляющихся частей империи. В 1845 году в Ирландии, которая тогда уже стала полноценной частью Соединенного Королевства, начался неурожай, неурожай картофеля. Казалось бы, ну, дело обычное. Но для ирландцев в те времена картофель – это фактически основная пища. Голод в Ирландии длился несколько лет. Погибло, опять же, по разным оценкам около миллиона человек. Еще миллион эмигрировал в Америку, в частности. И что, как реагировало британское правительство на этот вызов? По факту, очень медленно и неэффективно. Отчасти потому, что придерживалось политики свободного рынка и максимального невмешательства государства в дела экономики. Ну, то есть, грубо говоря, как бы сегодня сказали, рынок должен сам порешать. Если вот какие-то проблемы возникли экономические, значит, сами как-то должны это все разрешиться. Ну, и чего скрывать? Кроме того, многие в Британии считали, что ирландцы сами виноваты в своих бедах. И, наконец, самое, наверное, главное, что побудило Британию немножечко пересмотреть принципы управления своими колониями – это Индия. В 1857 году там произошло восстание сипаев. Сипаи – это такие местные солдаты на службе Ост-Индской компании. Поводом для восстания стал слух о том, что новые упаковки для патронов смазаны жиром коровы и свиньи. И для того, чтобы открыть вот эту вот упаковку с патронами, ты как бы в одной руке, получается, держишь винтовку, а в другой руке вот эту вот упаковочку надкусываешь ее, открываешь, забиваешь патрон в винтовку, ну, и как бы дальше стреляешь. Соответственно, если у вас все смазано коровьим и свиным жиром, ты невольно вкушаешь этот жир. И это одновременно оскорбляло религиозные чувства и индусов, и мусульман. Как бы истинные причины восстания, разумеется, были глубже. Опять же, недовольство британским правлением, фактически пренебрежение британцами культуры Индии. Но вот поводом для этого восстания послужил слух. Восстание, опять же, было жестоко подавлено. Но оно показало, насколько хрупким было британское господство в Индии. Отчасти из-за того, что оно там базировалось на... Но оно показало, насколько хрупким было британское господство в Индии. Отчасти как бы потому, что частная компания управляла Индией, фактически. После этого управление Индией перешло от остинской компании напрямую к британской короне. Как же в самой Британии реагировали на эти вот события? Ну, по-разному. То есть, были те, кто призывал к реформам и более гуманному управлению колониями, но были и те, кто считал, что империю нужно было удерживать железной рукой. В середине XIX века в британских политических кругах фактически сформировалось два основных взгляда на империю. То есть первая группа политиков считала, что колонии – это абуза. Они утверждали, что империя слишком дорого обходится британским налогоплательщикам. Ну, то есть зачем нам тратить деньги на управление какими-то далекими землями, вкладываться в них, если с ним нужно и с ними можно, в принципе, строить отношения на экономической взаимовыгоде. Ну, то есть торговать они с нами все равно будут. И пользу от этого получать будут и они, и мы. Но при этом мы, как британцы, не будем вкладывать свои деньги в развитие, например, той же Индии. Эти люди, эти британские политики предлагали радикальное решение. То есть дать всем колониям независимость, но не просто так, а вот с умом, как я сказал. То есть они считали, что экономические и культурные связи с бывшими колониями так или иначе сохранятся. Особенно это касалось белых цивилизованных колоний. А значит, Британия, ну, все равно будет каким-то образом на них влиять, но вот без затрат на управление. Но была и другая точка зрения. Ее сторонники утверждали, что империя – это жизненно необходимая вещь для Британии. Они приводили уроки как бы континентальной блокады времен Наполеона, когда Британия фактически выжила. Ну, во многом благодаря своим колониям. И эти политики утверждали, что империя – это не абуза, а преимущество. Они указывали как раз на то, что колонии – это, во-первых, гарантированный рынок сбыта для британских товаров, а еще источник сырья и продовольствия. Ну, и более того, империя, вот имперский формат империи, он решал многие там, например, социальные проблемы. Ну, например, проблему избыточного населения. Ну, то есть если народ растет, народ волнуется. Если вам здесь, в Британии, не живется, можете отправиться в Австралию и там, например, попробовать устроить новую жизнь. Из вот этих вот дискуссий, из противостояния идеи, скажем так, малой Англии и Англии большой, Англии имперской, родилась еще такая вот идея добровольных имперских вкус. То есть суть ее была в том, чтобы дать колониям, в первую очередь цивилизованным колониям, ну, в кавычках цивилизованных, больше самоуправления, но сохранить эти колонии в составе империи. Это фактически была попытка найти, ну, такую вот золотую середину между полной независимостью и жестким контролем колониальным. Концепция добровольных имперских уз вылилась в создание доминионов. То есть первый такой статус получила Канада в 1867 году. За ней последовали Австралия, Новая Зеландия, ну и Южная Африка. К концу 19 века идея сохранения и даже расширения империи победила. Почему же как бы так произошло? Первая причина – это усиление других держав. Ну, например, США после гражданской войны стремительно начали развиваться. Россия расширяла свое влияние в Центральной Азии. А в сердце Европы фактически появилась новая сила, объединенная Германская империя. Британские политики смотрели на все это с тревогой. Они понимали, что Британия может превратиться при таких новых обстоятельствах в какую-то, можно сказать, второразрядную державу. И, естественно, не хотели этого допускать. Вторая причина – экономическая. В 1873 году начался большой мировой экономический кризис, так называемая долгая депрессия. Цены на промышленные товары начали падать. И тут колонии оказались в очередной раз спасением, потому что они обеспечивали стабильный рынок сбыта и источник сырья. Я, наверное, буду это очень много повторять сегодня. И, наконец, третья причина – идеологическая. То есть в британском обществе росло убеждение, что Великобритания имеет особую цивилизаторскую миссию. Мол, мы несем прогресс и просвещение всяким разным отсталым народам. Это оправдывало имперскую экспансию в глазах общества. Как же это проявлялось на практике? В 1876 году королева Виктория приняла титул императрицы Индии. Это вот такой был важный символический жест. Причем, знаешь, что интересно? Ты ведь, как человек, разбирающийся, скажем так, в титулатуре, понимаешь же подвох небольшой, что титул императора в иерархии выше королевского. Ну, вот, как бы, получается, Виктория стала именно императрицей Индии. Ну да, император – это король над королями. В 1875 году Британия купила контрольный пакет акций Суэцкого канала. Это фактически обеспечило ей контроль над важнейшим морским путем в Индию. А в 1882 году войска короны оккупировали Египет формально для того, чтобы защитить канал. Ну, были еще разные другие приобретения, например, тот же Кипр. Но главной ареной имперской экспансии в конце XIX века стала Африка. Именно там развернулась вот настоящая, как это по-английски называется, Scramble for Africa между европейскими державами. И Британия одним из главных участников этой гонки стала. Ее, разумеется, интересовали прежде всего стратегические пункты и богатые ресурсами территории. Как они захватывали эти земли? Ну, один из самых распространенных методов – это договоры о защите с местными правителями. Ну, фактически то же самое, что было уже опробовано в Индии. Например, в 1890 году Британия заключила такой договор с султаном Занзибара. В результате она получила контроль над огромной территорией в Восточной Африке. Султан сохранил некоторую власть, но при этом отдал под контроль Британии внешнюю политику и другие вопросы. Другой метод – это использование частных компаний. Ну, то есть Британия никогда не отказывалась от таких действенных частных инициатив. Британское правительство выдавало хартии на управление территориями, и компании занимались освоением земель за свой счет, а потом передавали их под прямое управление короны, ну, фактически там сохраняя свои позиции на этой территории. Ну, вот яркий пример – это деятельность Сесила Роца в Южной Африке. Его компания получила право на освоение территории к северу от реки Лимпопо. Так появилась колония Родезия, собственно, названная в честь самого Роца. Важную роль в колонизации и в колониальных захватах в Африке играли, как это ни странно, миссионеры. Они не только распространяли христианство, но и собирали информацию о местных условиях, нравах, обычаях, устанавливали контакты с населением, из-за чего, собственно, в Африке родилось такое вот поверье, распространяемое в местном населении, что сначала к вам приходит миссионер, потом консул, а потом армия. При этом нельзя сказать, что абсолютно все миссионеры действовали корыстно. Среди них было много тех, кто просто, ну, исполнял свой долг и зачастую искренне верил, что они, ну, правда несут цивилизацию вот этим вот отсталым народом и помогают им таким вот образом. Не всегда приобретение новых территорий в Африке проходило мирно. Иногда дело доходило до прямых военных конфликтов. Ну, то есть, самый известный, наверное, конфликт Британии в Африке – это война с улусами. Второй, наверное, хоть, ну, тут, конечно, сложно сказать, какой из них популярней, но война с бурами в 1880-81 годах. Это первая англобурская война. У нас, как бы, более известна вторая англобурская, которая привела ко многим изменениям империи. Одной из самых амбициозных идей британской колониальной политики в Африке был так называемый проект «Дороги от Каира до Кейптауна». Цель этого проекта – это создание такой вот непрерывной цепи британских владений через весь континент, то есть с севера на юг. Проект этот, естественно, был не полностью реализован, потому что мешали владения других европейских держав, особенно владения Германией, Германской империей, Восточной Африки. Но все равно к началу 20 века Британия контролировала в Африке огромнейшие территории – Египет, Судану, Ганду, Кению, Нигерию, Золотой берег – это современная Ганна, Южную Африку. Управлять, естественно, этими владениями было непросто. Для того, чтобы понять, как вот британцы со всем этим справлялись, надо все-таки немножко углубиться в административную систему империи в период ее наивысшего расцвета. Ну, то есть начнем с колоний. Это были территории, напрямую подчиняющиеся британской короне. Ну, самый яркий пример – это британская Индия. После ликвидации Ост-Индской кампании произошла реорганизация всех индийских владений, куда, собственно, вошли территории, современные территории, на которых сегодня расположена Индия, Пакистан, Бангладеш, Бирма. Все это вот таким стало единым политическим пространством с едиными принципами управления. Вторая форма владений британской колониальной империи – это протектораты. Это были государства формально независимые, но по факту марионетки Великобритании. Ну, местные, как я уже повторял, местные правители сохраняли свои троны, внешняя политика в руках британцев. Ну, по факту и внутренняя политика очень часто находилась в ведении британских резидентов. Ну, тут яркий пример – это Египет со своим советским каналом, или, например, те же туземные кряжества на территории Индии. Как бы, да, не вся территория Индии формально являлась британской колонией. Там существовало очень много княжеств, которые находились под британским протекторатом. И, наконец, доминионы. Это вот самоуправляемые территории – Канада, Австралия, Новая Зеландия, потом Южная Африка. У них имелось очень много независимости, кроме вопросов внешней политики. И, например, там, право в той же Канаде, право окончательной судебной инстанции, право изменения Конституции все-таки там оставалось у Лондона. Такая система позволяла гибко управлять разными частями империи. Где-то нужна была жесткая рука, а где-то, ну, достаточно было легкого касания. Потом уже в 20 веке появится еще одна форма владения британских – это подмандатная территория. Но мы сегодня 20 века касаться не будем. Как управлять территориями, которые находятся за тысячи километров друг от друга и от метрополии? Ну, собственно, раньше это была большая проблема. Собственно, я об этом и говорил, когда дело касалось 18 века. Но в 19, особенно во второй половине 19 века, стало значительно легче, потому что появился телеграф. Это изобретение фактически совершило революцию в управлении империей. То есть теперь приказы из Лондона долетали до Индии, ну, можно сказать, за считанные часы, не месяц. Ну, то есть я не силен в телеграфе. Но, короче, все происходило значительно быстрее, чем раньше. И это позволяло намного лучше управлять владениями Британской империи. Но технологии, как всегда, это лишь инструмент. Главное – это люди. Ну, то есть к подготовке колониальной администрации подходили с особым чанием, потому что фактически колониальный чиновник – это и дипломат, и судья, и военачальник в одном лице. Соответственно, абы кого на эти должности не брали. Однако британцы понимали, что одной силой не удержать власть над миллионами людей. Поэтому они активно привлекали к управлению колонией местную знать. Ну, то есть раджи в Индии, вожди в Африке. Все они так или иначе становились частью британской системы управления. Ну, фактически, это такой классический пример политики разделяя и властвуй. Другим, наверное, даже, можно сказать, самым важным элементом, явлением, которое позволяло британцам эффективно и вообще, в принципе, управлять своими колониями – это имперская идеология. Без нее, наверное, британская империя либо управлялась по-другому, либо, возможно, вообще не существовала в той форме, в какой она существовала. В основе британской имперской идеологии лежала вера в превосходство английской, можно сказать, западной цивилизации. То есть те же британцы были твердо убеждены в том, что живут в стране, ну, фактически, самыми совершенными политическими институтами. Опять же, я тут оговорюсь, хоть я и произношу британцы, это не значит, что абсолютно все британцы были в этом твердо убеждены. В первую очередь, конечно же, идет о политически активных британцах, скажем так, определенного политического склада ума. Тот же лорд Солсбери, один из виднейших политических деятелей империи второй половины XIX века, заявлял такое. Цитата. Там, где появляется власть англичан и английское влияние, восстанавливаются мир и порядок, увеличиваются процветания и богатства. И поэтому перспектива установления британского правления приветствуется людьми каждой расы и каждой веры. Что тут еще можно дополнить? По мнению британцев, азиаты, африканцы, они не способны самостоятельно развивать свои страны и вести эти страны по пути прогресса. То есть, ну как бы в белых колониях, в которые британцы считали более цивилизованными, соответственно, ну такой вот британский идеал, британская имперская идеология находила, естественно, больший отклик, нежели в той же Индии, где, ну, британцы подчас намеренно игнорировали сложившиеся политические, культурные традиции, использовали абсолютно, ну, можно сказать, грязные методы управления своими колониями. Ну, то есть, это нашло выражение в такой вот расхожей фразе «мораль заканчивается засуэцем». Ну, фактически, вот те идеи о превосходстве английской нации, западного, можно сказать, пути развития, западной цивилизации, они, можно сказать, стали общеприняты в британском обществе. Вот еще, например, одно из высказываний британского политического деятеля Лорда Росбери. Вот он называл британскую империю величайшим светским агентством по распространению добра, которое когда-либо видел мир. Ну, чего еще ждать от этих англосаксов? Знаешь, пока я слушал все время этот выпуск, мне казалось, что обязательно кто-то так же подумает насчет англосаксов. Но на самом деле это рассказ о том, как Британия, имев определенную стратегию, ее придерживалась. В целом, как бы с точки зрения теории игр, это выигрышная стратегия. К этой стратегии, конечно, есть вопросики с точки зрения морали, но для государственных мужей это обычно не самый важный вопрос. Но мы все равно и сейчас судим о событиях прошлого, зная уже то, что вот сейчас уже имеем. То есть мы там, грубо говоря, понимаем, что конфликт, назовем это так, конфликт это плохо, но в те времена они, те конфликты были обыденными, и совершенно никто абсолютно не считал, что они приводят, например, к каким-то плохим результатам обязательно. Ну, то есть вот, да, в той же Индии произошло чудовищное восстание сипаев. Ну, окей. Все равно это привело в итоге к тому, что Индия стала, ну, опять же, в глазах британских чиновников намного лучше управляться, и процессы, которые происходили на этой территории, стали более предсказуемыми, в том числе для тех, кто жил на этой территории. Ну, британцы, да и, в принципе, в те времена жители Западной Европы, Европы, в принципе, да даже, ну, пусть правильно будет сказать, и Российской империи, и Соединенных Штатов Америки, они все считали, что, ну, да, действительно есть отсталые народы, которые без твердой руки, без какого-то вот белого человека, скажем так, они, ну, скатятся, можно сказать, в постоянную вражду друг с другом, ну, или чуть ли не там в дикости каннибализм, фактически, ну, то есть вот если вот не будет белого человека, все, это конец. Ну, на самом деле, многие из нас заражены европоцентризмом, который взялся в нас, наверное, из учебников истории в какой-то степени, да и из культуры, когда считается, что цивилизация и европеоиды — это какие-то неразрывно связанные понятия. Но мне в свое время понравилась книга «Оружие, микробы и сталь». Наверное, не буду сильно спойлерить, о чем там говорится, но всем советую почитать. И она очень хорошо разубеждает, ну, или, по крайней мере, пытается разубедить в том, что именно европейцы — носители цивилизации. Ну, нет, цивилизация, она бывает такой и сякой, а на самом деле она формируется из условий среды, которая окружает вот эту цивилизацию или народность. Ну, а заканчивая этот выпуск, я хочу рассказать о том, как нас можно поблагодарить, оценить. Если у вас появилось такое желание, во-первых, самый, наверное, лучший способ — это репостнуть нас, рассказать у нас своим друзьям, близким, знакомым. Можно оставить комментарий, сдать нам вопрос, на который мы наверняка ответим. Например, в Телеграме мы отвечаем почти на все вопросы, но будем очень признательны, если вы будете оставить комментарий на YouTube, если вы смотрите нас там. Потому что, ну, не буду скрывать вопрос, не буду скрывать комментарий на YouTube, это, наверное, один из самых классных способов для продвижения. И если вам вдруг после прослушивания очень захотелось поделиться с нами какими-нибудь, даже небольшими, но деньгами, мы приглашаем вас на Boosty. Там можно получить ранний доступ, а также расширенные версии выпусков. Ну, а на этом мы заканчиваем выпуск. Всем спасибо. Всем пока. Мы переходим к после К-100. Субтитры сделал DimaTorzok